Даже неправильно. И тогда поцелуй за намерение. А ты скажи, с какой целью ты это сказал? Ты хочешь меня с чего-то исправить? Или уколоть? Если уколоть, то мне не больно. Если исправить, то я тебя благодарю. Ну, научитесь философски относиться к тому, что окружает нас. Мы сейчас 10 минут отдохнем. Всегда. Пожалуйста. Так, кто посторонние приходит сюда, то есть еще наше общество. Подойдите, возьмите книги. И гостеприя, если у нас будет. Да, давай. Можно, пожалуйста. Пожалуйста. Можно. Аппарат, я прокатую. Спасибо. Я пунктю. Рок, давай. Курки. А, битву. Курки. Курки. Продолжение следует... Скажут, а как эта мысль пришла? А кто-нибудь Блаженнадзор Филакта комментировал? Все-таки 9 столетий прошло. Никто. Я первый. А как ты так дерзнул? Тут приехал один корреспондент. Вы понимаете, в самом начале Новый Завет и написано тут в комментарии Лапкина. Кто ты такой, чтобы на Новом Завете Лапкина? А что тебя так смущает? Так же Новый Завет. Я говорю, вот Библия Лапкина, ее так и называют. Почему ты не удивляешься? Библия Герца. Так и называется Библия Герца. Потому что Библия-то целиком оставлена. Но там 11 книг нет. Ну вон там разная симфония, там что-то добавим, маленькое разъяснение. Библия Скоуфилда. Пожалуйста. Бокмендеры. Каких только нету. А почему я ничего вообще не добавляю? Тем более столкование. Вроде имя не должно здесь никакого не быть. Это неправильно. Я себе ничего из Евангелия, из Нового Завета не присвоил. И ничего не присвоил Свят Филакта. Я только раскрыл до настоящего, сегодняшнего времени, как это надо понимать и как выполнить эти слова. Вопрос поднимается здесь. Очень для нас актуальный сейчас. Поиск достойной кандидатуры на должность пастыря. Дело весьма непростое. Сегодня ищут в кандидатах музыкальные способности. Он работает. Медленно заполняется и почти не заполняется, стоит. Но будем надеяться. Надо молиться. Чтобы знания Бог дал братьям и сестрам, кто участвует в этом. И будут ответы. Мы дадим много. У нас будет и две фотографии. Я уже 400 почти отдал. И сегодня еще придет 70. И все это разбито отдельно. Лагерь отдельно. Крещение. Отдельное венчание. Ну фотографии хорошие. Просто хорошие. Видите как? Мы помолились. Прошло. Ну теперь побольше месяца уже. И Господь все сдвинул. Как будет дальше, мы не знаем. Надо молиться, чтобы Господь сейчас все, что мы дали, что у нас есть, чтобы это было заполнено. Туда. Чтобы люди могли увидеть, что мы православные. Мы людей заем ко Христу. Мы желаем вернуться к первоапостольскому времени. Чтобы из этого мрака заблуждения, тьмы своей веры вырвать человека. Другого желания у нас нет. Благодарим Богу. Сейчас не слышала уха. И на ум не приходило. Что вложить в это слово? Да ведь царского сына. Я сын царя. Вы не забывайте. Вы думаете, что я сын послуха Тихона? Нет. Я сын Егобы. Да если царского сына кто-то арестовал, что бы с ним было. Так разгромил бы все. И когда сына убили, он послал его из царя и шег все. Это прища Христова. Почему Бог не шел к эту тюрьму в Барнауле? За меня. Я его сын. Надо мной издевается. Я потом понимаю. Он пошлет меня на этапы. А молва переди меня бежала. Охранники. Самый лютый конвой в Новосибирске. В Сибири. Литую. И он ко мне подходил и просили писать. Писать. Я сидел и писал. Набитые как селегка. Потому что боксы отдельные. Я сижу один в боксе. Никого нету. А КГБ сделал особую пометку. А потом они сказали. А мы могли сделать вам по-другому. Мы смотрели на ваше поведение. В молитву Стою Небесную мы должны включить свое сыновство. Но я не просто говорю. А понимаю, что эта молитва имеет таинственную силу. Она меня как бы заново подновляет во мнении, что он царь мой. Мой царь. Люди избирают, идут. Я не могу избирать царей. Президентов. Мой голос отдан. За него я проголосовал. Я верую единому царю, который меня признал сыном. Да это и вочи наш, говорится, вочи наш, сущий на небесах. Каждый раз, считая молитву Стою Небесную утешителю, мы включаем всегда все наши болячки, неурядицы, недопонимания, горе, преступления, темноту, преследования. Утешитель. Иногда спрашивают. Такие вопросы задают. Вот сейчас были корреспонденты. Это так называемая новая жизнь, кажется. Вот они. Доброе имя он пускает. Харизматичное послание. Одна вот женщина сидела здесь справа. Я гляжу знакомой, я ее не признал. У меня памяти нет такой. Оказывается, ее сын Юра был у меня нынче в лагере. Он в 26-м томе его, в 27-м, в 28-м. Ну ясно, они не православные. А как же у них православный лагерь? Оказывается, теща, то есть ее мать, православная в Руссовске. Она кандидат каких-то наук. У нас ни одной женщины кандидата нет. Она была и та ушла. Я скажу, что среди других ребятишек он выделялся. Они не забиты, спокойны, тихи. Они физически надо бы развиваться еще больше. И вот Библию считают. С православным нашим не считают. Я хожу в храм, я пою там где-то. А их даже рядом нельзя ставить. У нас люди на глазах, которые не наши, они в многом еще много нас научились. Они пришли вот вопросы задать, как кризис поступать. Утешитый дух, утешает. Ну они придумали там человека. Работал, долг, жил, шоковал ребенок. А теперь ничего у него нету. И все, у нас таких нету. Мы должны работать. Миллион двести тысяч гектар земли на Алтае пустую. Бери лопату, обрабатываю. Показал на вас, у нас потеряет. Живет семь ребятишек, его кризис не тронул. И он не думает, жена будет 8-й, по 7-м ребенкам оббор делать или нет. А у нее третий, она уже не знает, делать или не делать. Она ходит в фитнес-клуб. А ваша, сноха Галя, она на огороде этот фитнес получает. И все у нее светит и зеленеет. Потому что у нее там дух-утешитель. Как в прошлом году спрашивали, а сколько куриц? Да не считала, 400 с чем-то. Вот. Начало молитвы, а в нее включается все. Итак, продолжаем. Проходим мы послание апостола Павла к римлянам. Священники в Сербию ездили. Помните конференция была у нас здесь? И один священник выступает, тут местный. И говорит, были у сербов. И говорим, ну чем же мы вам можем помочь-то? Нету этих комплексов С-300-то вам. Только и можем помочь с молитвой. Вот так, были бы ракеты, мы бы ударили, американские самолеты бы упали. И тогда было у нас хорошо. Поэтому мы вам поможем молитвой. Молитвой. Представьте, сегодня из рук я выпустил 122 тысячи 500 рублей. Еще вчера я не знал где. Я только на молитве стою. Вот так. Только руками разведешь. Понимаете, что деньги? У меня минимальная пенсия. Это разве не чудо Бог делает? Каждый раз. Теперь мне любыми путями надо, чтобы 29-30 тонн вышли. И на этом я заканчиваю книжные деятельности. Достаточно для меня. Пусть другие делают. А книги буду готовить и отдавать. Но издать это я должен помочь. Если я, конечно, не умру. Жив буду. Теперь все пойдет на интернет. Все для интернета. Там очень легко любить его брать. Ну такая мысль, конечно. А уж Бог как позволит это. Пошли. Седьмой стих. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании. Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Блаженный Феофилат. Если они не имели никакого достатка в дарованиях, то как называет их он дальше в третьей главе плотскими? На это скажем, говорит толкователь. Не все были духовны. А верующие будут восхищены во славу Божию на облаках. Встретя Ему. И так всегда с Господом будем. Какие же это счастливые люди, которые Христа избрали. Для Бога все делали в этой жизни, чтобы быть с Ним. И какой ужас охватит людей, которые не хотели жить с Богом. А вот эти временные удовольствия, оно вчера. Ну, хорошо приготовленная, вкусная пища. Ее приятно брать в рот. Но Сатауз говорит, а она, эта пища, приятная, пока проходит гортань. А вернее, она уже гортань-то ничего не чувствует. Только во рту. А дальше, дальше начинается страдание от перееденной пищи. От сожаления того, что ты истратился, да и с худыми людьми был, да еще и заботы не отравили для тебя. Понимаешь, сколько заботы. Ты все это возьми. И вдруг ничего нет на земле, и как будто никогда не было. Тогда самый сильный побежит раздетый. Это надо все время помнить. Страх Господень – начало мудрости. Страх Господень – венец мудрости. Это не то, что давайте людей запугивать. Библия так говорит, а перед Библией все должно склониться. Это откровение Бога. Вот мы об этом считаем. Но кто такие эти люди? Почему они не хотели? Где они? Их косточек даже нет. Они сотлели. Их кости все разложились. И вдруг станут опять живые. Как сразу изменится все. А то, что мы знали сегодня на компьютерах, в интернете, это никого ему не играет. Мне так легко сегодня отправлять почту. Набрал только электронную почту в другом конце земли. А тогда надо было посылать посыление, и он… Апостол Павел перечисляет. Разве разделился Христос? А этот вопрос они могли сами себе задать? Ведь это община. Ни два, ни три человека. Мы все во Христе. Винограды, лоза, мы ветви. Вы разве не слышали это? Мы все цыплята. Я, говорит, как птица птенцов хотел вас собрать. Он пастырь, мы овцы. Разве он разделился? Это целая церковь. И они не знали этот вопрос. Разве они не знали? Я вам в прошлый раз говорил о городе Каринфе, что он из себя представляет. Мне сделали замечание. Я выразился о том, что, сказал, были жрицы и весталки. Веста – это богиня Греции, охранительница домашнего очага. Это государственный знак был благополучия людей. И ей служили специально избранные из княжеских семей девицы, которые не имели права никогда выходить замуж. Никогда. И у них стаж должен быть не меньше 30 лет служения. Дев с Венецией. И если она случалась, а такое случалось, редко-редко, что она выходила замуж где-то или с кем-то, с мужчиной, если ее живьем закапывали в землю. Я говорю только в ироническом смысле, что это весталки. Это не весталки. Это жрицы любви, Афродиты. Такая богиня была, ну как сейчас, день Валентина, день святой Татьяны. Вот тут примерно на этом уровне идет. День разврата, 8 марта. Я ей говорю, наши весталки. Это у нас Глушков. В Корчене. Живет, у него там пятеро ребятишек. А люди-то не понимают, что значит, что верующий человек. И приезжают, а вы не знаете, где монах Глушков живет? Они не знают, что монах это моно один. У него жены нет, ребятишек нет. Его слово монах можно взять только в кавычки. Но на слове, когда говоришь, это в кавычках нельзя показать. Я этим словом весталки неоднократно пользуюсь, показываю. Вот они наши весталки. То есть они говорят, мы за нравственность то другое. Они развратницы. Среди студентов очень трудно найти, чтобы она была девушка. Уже в восьмом классе это, как в народе говорят, проблема. Уже. Это город разврата был. Тысячи жрец-афродиты служили, обслуживали морской плитон. И там Павел основал эту общину. Чудо Божье. Поэтому никого не надо пренебрегать. А вот такой город, или такие люди, такое общество. Мы не знаем, где Бог откроет. Эти люди, которые порочный образ жизни ведут, они бывают иногда более склонны принять истину. Потому что он не уверен, что он спасен. Я приду к старой обрядцу, буду говорить. Да пошел ты. Он найдет. У меня борода такая же, как у него. Я два перста покажу. Его это не важно. Я должен перед ним встать на колени. А Господь сказал. Блудники, раньше вас идут в царство Божие. Вы, праведные, бородами зелеными трясете. Вы остались за пределами. Мытари, мытари, ненавидимые грабители страны, они вперед вас идут. Иудеи это тамошние староверы. Они держались за обряды, за предания старцев. Они не знали смещенного Писания, как будто никогда. И Господь не раз им говорил. А разве вы не читали? А вы разве вы не слышали, что Моисей сказал? А позволено ли разводиться? То есть они все копали и копали под Христа. Вот мы сейчас считаем. Что он говорит здесь? Разве, говорит об этом. Разве разделился Христос? А разве этого недостаточно было? Не разделился Павел? Да как мы не подумали об этом? А раз не разделился, мы все христиане. А чего нам делить-то еще? Павел даже видит, что это не действует. Он говорит, разве Павел распялся за вас? Что Павлов, Павлов, Павлов? Ксения, Ксения, Серафим, Серафим. Что, Серафим за вас распялся? Как только начинается дурь, это кого-то нового канонизировать. Это дурьнина самая настоящая. Суда Божий нет, уже кого-то канонизируют. Павел говорит, никак не судите никого прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Во мраке. Да суда Божия. Сидят дедушки в клубушках, они решают, кто на небе, кто в аду. Это даже не безумие. Это вызов Богу, вызов страшному суду. Это люди безбожники. Я вот считаю, когда смотрю выступления там патриарха, у меня только один вопрос. Обращен он или не обращен? Верит он в Бога или не верит? Он только подыгрывает властям. Я в страшном искушении, когда считаю их выступления. Я не нахожу ни одного слова согласного Писания. Буквально ничего не нахожу. Он стоит, как в народе говорят, нагло, нагло врет. Почему женщина в прошлый раз, выступление даже нового патриарха. Почему у нас у русских, ну должна женщина в платочке. А это традиция русского человека, и начинает плести. Да ты открой послание Павла, и он говорит, это знак для ангелов. Он не читал Писание, выходит, никогда. Патриарх. Он не знает, он совершенно Писание-то. И он людей обманывает. Что платок ничего не значит. Где ты это нашел? Когда Писание говорит, знак власти для ангелов. Позор идет до самого неба, если ты без платка. А это традиция русского человека. И чтобы на женщин не обращали внимания, вроде она в платочке уже так похуже выглядит, чтобы мужчины во время службы не заглядывали на женщин. Тогда в платке-то она красивее, а наоборот выглядит. А без платка-то она куда-то и сидит, говорит, в таких киморах. Священное Писание говорит, что Павел на этом не остановился. А далее говорит там, или во имя Павла вы крестились. Он добивает и добивает. И скажи, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Где Павел-то? Каждый год поехать надо в Девеево, Почаево. Ну и люди едут и едут, едут. Что? Зачем? Ведь никто этого не скажет. Что вы ищете живого среди мертвых? Что вы ищете? Даже в гробнице Христа делать уже нечего. Ангел их отговорил, идите туда, идите. Он предваряет в Галилее. Значит, никакого Христа нету. Вот эти все крестные ходы, все это вызов Богу, вызов Священному Писанию. Это не православное учение совсем нам предлагают. Это выдумки монашеские. Это не выгодно, чтобы люди приходили, покупали свечи, жертвовали деньги. И больше ничего нет. Сейчас пишет один какой-то курфюрст в Германии. Очень мудрый был. Ну и досталось место такое запущенное. И он не знает, как поднять его. Он тогда с епископом, имея хорошие связи, пришел, а без разрешения епископа нельзя иметь мощи. И он попросил тела одного святого. Дай мне его. И паломники пошли туда. А паломники, значит, надо покупать. Началось там, камни навалят. Вот где Колизей, каждый лошадь привозят два самосвала. А к следующему другу все разбирает, камушки, на память. Там полярдана уже вычерпали. Запечатают, продают. Мастер-то такой маленький бутылочек, чуть-чуть платочки. Они все там, энергетика идет там от Иоанна Тобольского. Я это все видел своими глазами. Это самый настоящий белый магизм, шаманизм. Это не как кухня. Я просто доверился Богу. Это они уже доходят до этого. И Бог меня утешил этими словами. В крушении этого монстра, империи зла оказывается, и моя часть там есть. Уже записали. Это не имена, обокравших Россию на храме Христа Спасителя. Сколько они денег отдали. В другом месте пишут эти имена. Меня бы никто не знал. Ну, я делал дела свои, как Бог. Ну и что? Обо мне узнали во всем мире. Молились катакомбники. Ходотайствовало ООН. В Америке. И меня пригласили не просто куда-то, а в Лазанну. Международный центр всемирного и коммунического движения. Приглашение от Петрополита не одно было. От Элариона. Из Канады, из Америки. О меня бы никто не знал. От меня не сделали известными КГБ. Как я благодарен, что есть у нас КГБ, которая за мной следила и помогла мне и подняла меня. И эти книги написать я не смог бы все. Для Слова Божьего, мне тут этой книги определенно не было бы. Они ее написали за меня, я только подписался. Они мою биографию сами устроили. Сами. Я ее не мог, как такую биографию написать. Вы считаете, что там, какие переживания. Я психологический анализ верующего человека сделал. А потом спрашиваю Зою Крахмалникову, Глеба Якуина, священника. Они говорят, у нас не было этого. Ни у кого не было. Я спрашиваю отца Демитрия, он говорит, еще подобного в моей жизни не было. Меня именно надо было туда посадить. Как я благодарен Богу, что меня посадили. Как я рад, что Бог меня слышал и сказал, я утешу тебя попозже. Я призываю только к одному, что окажите любовь. У нас к евреям должна быть благодарность и всего эти же. А вообще, к нации, сохранившей нам Библию, что им дано обетование, и от евреев родился Христос, и сущий по плоти над всем Богом. Видите, у нас есть за что благодарить, и надо успокоиться на этом. Прославляя Бога. Мы должны помнить, чьи мы дети. Иисус Христос, обращаясь к апостолам, сейчас он называл их дети мои. Есть ли у вас какая пища? И Христос сегодня к нам заходит сюда, и тоже спрашивает, дети, а есть ли у вас какая пища? И мы ответим, есть. Святая пища, которую оставил нам Дух Святой через Евангелие, через Новый Завет, через всю Библию, через Святых Отцов, через Соборы, у нас не сектарская пища, у нас не отрыжка человеческих измышлений, а чистое словесное молоко. И пища свойственная взрослым людям. Мы проходим толкование по блаженному феофилакту. Что бы нам сегодня кто ни говорил, мы должны понимать, что суд человеческий может быть полностью ошибочным. Или только частично, правду где-то скажут. Мы не знаем результативность нашей работы. Вот я ходил в тюрьму, допустим, 15 лет. А сколько обратилось? Я отвечаю, ни одного. Все сразу, как ни одного? Я говорю, ни одного? У меня вообще ни одного. У меня результативность нулевая. А начальство говорит, нравы смягченные, ни одного захвата заложников. А потом люди выходят, и уже сколько говорят, уже больше десяти, и работает при церкви бывшая, которая слышала в камере. И оттуда люди приходят ко мне на дом. И в городе встречали. А почему тогда вы их не принимаете? У нас другая мерка. Пока не бросит курить, пока не будет бороды, пока он не будет паститься, никого не принимаем. А в патриархии они ехали. В патриархии я пол-тюрьму, может, приготовил. Даже из них некоторые пришли, попа обокрали. Поэтому, доверяясь Богу, мы должны, признавая его царем, все время помнить, это царь, который поступает не так, как земной царь. Царю небесный, превыше всего, утешитель. Это дух истины. Который всюду и везде. От которого нельзя закрыть тюремными дверями, ни болезнью. И мы имеем... Отпиши кого-то, на машине? Отпиши. Отпиши кого-то, на машине? Отпиши кого-то, на машине. Отпиши кого-то, на машине. Отец наш Небесный, великая тебе благодарность за эти часы, проведенные у ног Твоих. Воздай милости всем, кто заботится о нас, кто позволяет нам здесь быть. Благослови Патриарха, Священство, правителей в нашей стране. Это мирное и доброе время. Если в чем мы погрешили в Слове Твоем, рассуждая о нем, и в этом толковании, проси и помилуй нас, покрой милосердием Твоим. А все доброе нам принесет обильные плоды, больных, нищих, с миродов и одиноких посети. И распусти нас с миром, и сохрани, и доведи на наше жилище. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим! Тебе слава за все, Отец. Тебе слава за все, Отец. Он на неделю, все, Отец, конечно, еще там и подберется. Еще он хочет, если он не попробовал, то там еще есть. В моем видео спать, не пропустите. Нет, нет. Нет, нет. Не пропустите. Мы пропустим. А, показано, конечно, жаль шевел. Здесь был. Спроси, какую банка. А сейчас мы спросим. А, а, спроси, я не знаю. Братья. Нет у тебя телефона убытчика, который питает, чтобы угля был. Нет, не осталось. Так, как вы целый будете? Вот это, кто тоже, вы слышите? У меня адреса, адреса здесь написана. Продолжение следует. Потому, что вы сами вовсе не читаете. Вот, что мы тут вроде. Подруг я сейчас записана. Я застянула. Яоварки. Я застянула. Я застянула. Я застянула. Что сянула. Что сянула? А сейчас я застянула. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что утвердилось в вас свидетельство, то есть проповедь. И переиздать этот Новый Зарек Трехтоплик, не в тысячу экземпляров. И переиздать этот Новый Зарек Трехтоплик, не в тысячу экземпляров. И спаси влажные души наши. Найди еще новые души, которые не примирились с тобою в это непростое время. Хвала Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сыне и Святого Духа. Аминь. Миру Отцу. Мы продолжаем занятие в изучении слова Божьего. Слово «изучение» означает деталь рассматривания. Я вот уже почти год объясняю одну молитву. «Цари небесные, не те, что ли». Вы можете посмотреть, что записи делают. К отдельным словам я возвращаюсь по нескольку раз, но рассматриваю их со всех сторон. Мы пользуемся словарем, привычным для нас. А в примирении к Богу это все надо понимать условно. Вот мы называем Бога хозяином, сильным. Могут спросить, а какая сила? Нет измерения силы. Бог всесильный, но всесильный. А все-таки, ты не понимаешь, о чем говоришь? Миллиарды вселенных галактик, перед ним ничто. Тебе этого достаточно? И от одной мысли Божией, даже дыма, даже порошинки, ни одной молекулы не останется. Когда говорим царю небесным, это означает, что он и земной, владыка, и над преисподними. Так написано, перед ним преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И он царь. А вот тут и вопрос, если царь, то любой это царь, строго смотрит за дисциплиной на земле, а вопрос сразу, если царь, а почему же Бог так не смотрит? Иной у нас прямо подходит мысль, что Богу вообще этот мир не нужен. Ты посмотри, что делают насильники, воруют детей, трехлетних девочек рвут на счастье, насилуют. Где Бог, люди спрашивают. Ко мне подходит еврейка. И говорит, вы говорите Бог. Я осталась одна без мужа, семилетний ребенок. Я его на шахт не отпускал никуда. Ну вот вышел во двор поиграть, и по сегодняшний день уже его нет десять лет. Никаких слез у меня не хватает. Где он ваш Бог? Другой говорит, я приехал в Сургут, там другой в Спитак. Погибли все. И не люди уничтожили, а землетрясение. А землетрясение подчиняется не людям. Зачем это Богу нужно было, чтобы погибли мои дети, семеро деревнишек все раздавленные? А ты царь, в твоем доме такое делается. Мы должны вложить другой смысл, нечеловеческий. То есть царь, который знает жизнь каждого до конца. И он знает, что ему полезно этому человеку. И не полезного он не даст. Нам полезно окажется от этого. А это на самом деле в конечном счете не полезно. Просто я к своей биографии часто обращаюсь. Вот 9 января меня арестовали в 86 году. Ну, кто-то скажет, кровавое воскресенье. А для меня... Я везут мимо елки. В городской стоит елка. Сидясь с нами. Люди хохочут. А я арестовываю и сижу посредине. Я уже домой никогда не вернусь. Я знаю мою статью. А у меня царь. Я начинаю его в больнице. Ни один человек мне объяснит. Почему меня взяли? Когда бандиты ходят, разборники ходят. Я никого не обидел, ни рубля никого не взял, никого не ударил. Почему меня арестовали? Я не задаю эти... Почему? Потому что я признал его, что он знает и высчитал. А теперь я проигрываю назад. Я все-таки хотел свободы и я просил Господи. У меня столько недоделанных дел, а я занимался магнитофонизацией всей Сибири и России. Все монастырии ко мне ехали. Архиереи посылали своих послушников. А вот если бы Бог ответил на мою молитву тогда, и я бы вернулся 10 января или 9 вечера домой. Опыта тюремного у меня нет. Лагерного нет. Я беру только то, что мне открыто сейчас. Нет. А опыт его с книжек нельзя взять. Я архипелаг былах уже прекрасно знал. Мне надо было самому его пройти. А теперь, кому я свидетельствовал, начиная от начальника тюрьмы до последнего зэка по разным городам в 6 тюрьмах? Меня туда близко никто не подпустит. Не за какие деньги. А я каждый день с 8 до 10 проповедую. Двери открыты, охранники стоят слушают. Следователь допрашивающий меня принял в крещение. Начальник тюрьмы уверовал. А потом его жена мне говорит. За книгами ко мне приезжают работники КГБ, которые курировали меня. Судья приезжает, покупает книги. Эти люди в моем дворе никогда бы не появились. Господи, как я благодарен Тебе, что Ты меня не услышал и не освободил. Вот этих домов, где мы молимся, их бы не было. Мой брат священник сказал, как хорошо брата моего, что посадили его. А теперь бы этих домов-то не было, я в заклепке не судился. И поэтому он царь настоящего, прошедшего и будущего. Когда я молюсь царю небесный утешитель, я понимаю, что утешение не сегодня может быть и не завтра. Это я постепенно начинаю доходить. Дальше я сидел. Я сидел не за злые дела. В Алтайской правде была статья «Златоуст» со второй строителей. А потом снова будут писать такой же, только уже без кавычек. В Алтайской правде была статья «Златоуст» со второй строителей. Моё чижения «Златоуст» со второй строителей.